Всем привет! В этом видео мы узнаем про адаптивность библиотеки VKUI, рассмотрим параметры адаптивности, а также рассмотрим такие события VKBridge, как vkvbupupdateconfig и vkvbupupresizewindow. Одно из основных преимуществ VKUI – это адаптивность. Библиотека не только реализует разные шаблоны для разных устройств, под габариты адаптируются практически все компоненты. От наличия мышки, высоты и ширины экрана зависит отображение кнопок, элементов форм и т.д. Чтобы адаптивность работала, нужно обернуть ваше приложение в компонент Adaptivity Provider, который будет передавать данные об адаптивности всему приложению. Обратите внимание, что Adaptivity Provider должен находиться внутри Config Provider. VKUI предоставляет специальный хук для определения адаптивности – UseAdaptivityConditionalRender, который возвращает параметры адаптивности. Пример использования UseAdaptivityConditionalRender показан на слайде. Мы импортируем этот хук из библиотеки VKUI и в зависимости от значения адаптивности показываем ту или иную часть приложения. Рассмотрим, какие значения могут принимать параметры адаптивности. SizeX и SizeY могут принимать стандартные значения Regular для десктоп-версии приложения, либо компактные значения Compact для мобильной версии. ViewWidth – ширина и фрейма, принимает значения SmallMobile, Mobile, SmallTablet, Tablet и Desktop. ViewHeight – высота и фрейма, принимает значения Small или Medium. С помощью UseAdaptivityConditionalRender для определения адаптивности мы смогли изменить отображение нашего экрана блюда для разных платформ. Веб-версии и мобильного приложения. Результат вы видите на слайде. Кроме VKUI, поддержать адаптивность мини-приложения помогут события библиотеки VKBridge. Событие VKWebUpUpdateConfig отправляется платформой после инициализации мини-приложения и каждый раз, когда изменяется конфигурация приложения. Ответ VKWebUpUpdateConfig содержит название хоста, ID mini-апа, значение ширины и высоты, тему и цветовую схему. Событие VKWebUpPreciseWindow позволяет изменить ширину и высоту элемента iFrame. Веб-версии мини-приложения. Кроме обработки события в блоке 3Catch, вы также можете подписаться на глобальные события библиотеки VKBridge. В случае успешного выполнения VKWebUpResizeWindowResult и VKWebUpResizeWindowFailed в случае выполнения с ошибкой. На слайде приведены примеры ответа данных событий. Подведем итоги. В этом видео мы узнали про адаптивность библиотеки VKUI, рассмотрели параметры адаптивности, а также рассмотрели такие события VKBridge, как VKWebUpUpdateConfig и VKWebUpResizeWindow. Спасибо за внимание. Ждем вас на следующем уроке, где мы расскажем о взаимодействии фронт-энда мини-приложения со своим бэкэндом. Продолжение следует...